Если он боком приезжает на какое-то препятствие, современные автомобили разрывает пополам. Как узнать человеку, обывателю, что вот ресторана уметь? Ну, получается, у нас не совсем адекватные гонщики. Вечернее время, когда в воскресенье никто не работает, то есть можем выкатиться там, покататься немножечко. В любом случае, ребята пускай обращаются, мы всегда готовы принять, выслушать, подсказать. Всем привет, это Северодвинск в деталях. Сегодня тема автомобильная, актуальная и местами грустная. Печальная она в первую очередь для меня, потому что сегодня я сам себе герой своей программы. Это запись с моего видеорегистратора. Архангельское шоссе 48, время 22.00. Водитель на Волге в Замосе вылетает на мою полосу и происходит ДТП. Полная машина у меня. Все живы-здоровы. Я еще даже не выходил, сижу в машине. Страшно посмотреть, что снаружи. Все это видео на следующий день я выложил в Инстаграм. Было много слов поддержки, за это всем большое спасибо. Но и были те, кто говорил, почему не тормозился или не ушел на встречку. Отвечаю. Тормозил я заранее, но гололед не позволял этого сделать. Видимо, выбирать надо было все-таки не 60 км в час, а 15-20 для тех условий. А на встречку я не вышел, потому что не понимал, есть ли там встречные автомобили. Поэтому единственным решением было уйти максимально вправо. И после столкновения с Волгой меня еще унесло на леерное ограждение, где я пробил колесо. Вот и пострадавший автомобиль. Повреждена передняя часть. Разбит задний фонарь. Там помят бампер. Заднее крыло. Выстрелили все подушки безопасности. Дальше дело за страховой. Ну вот о личной печали я, похоже, рассказал. Ну, как говорится, главное, что все живы. И почему я вообще решил поделиться своей личной историей. Потому что у меня и у тех, кто находился в момент аварии в моем автомобиле, было подозрение насчет того, что водитель Волги банально дрифтил. Ну, или пытался вызвать занос, но не справился с управлением. Это только предположение. Кто хозяин? Я зажгал. И вот почему я подумал на дрифт. Машина довольно старая. Есть сквозная коррозия. Тачку уже не особо жалко. Намотать на столб. Молодой водитель. Задний привод, крашенный в красный задние колеса. И главное хэштег. Пучка гонка. Сотрудникам ДПС, виновник в ДТП, рассказал, что неудачно и слишком сильно нажал на газ. Его понесло. И таких несунов в городе целая секта. И сейчас не пытаюсь обидеть всех, кто связан с автоспортом. Я имею в виду только тех, кто нарушает правила дорожного движения и делает дрифт в городе. И вот их свежие пироиды. Да. Хочется понять, дрифт является нарушением? Вообще в правилах дорожного движения есть термин «опасное вождение». Это когда человек беспричинно перестраивается с полосы в полосу. Когда водитель транспортного средства не соблюдает дистанцию до впередущего транспортного средства. Да, в настоящее время кодексом не предусмотрено за само опасное вождение каких-либо статей. Но я думаю, что без того, что даже это не предусмотрено, есть иные нарушения, которые все равно совершают те, кто дрифтует. При перестроении не показал сигналы поворота. То есть за это можно привлечь. Неправильное расположение транспортного средства на проезжей части занимает одновременно две полосы. То есть это тоже за это можно привлечь. Вносят в конструкцию транспортного средства изменения. Пониженный клиренс, то есть обрезанные пружины, отсутствие брызговиков, внутренние какие-то изменения в транспортном средстве. Рулевое колесо меняют на спортивное, которое не предусмотрено никакими сертификациями. Здесь в данном случае вообще очень жесткое требование. Сотрудники могут оформить как 12.5 технеисправность, а дальше получается оставлять требование. И это требование, если оно в срок, который будет установлено инспектором, не будет устранено, пишется рапорт, предоставляется в регистрационное подразделение и может аннулироваться регистрация транспортного средства. То есть это достаточно серьезно. И вот если, например, патруль видит в городе дрифт на том же кольце, круговом движении, сразу это фиксируется и... Однозначно реагирует, да. Когда человек дрифтует в городе, у нас есть неоднородность покрытия. Есть куски асфальта, есть куски льда и укатанного снега. Водитель, который дрифтует, может попасть задним колесом, который буксует на участок снега или льда, и получить еще больше занос, его развернет. Вы заметили, наверное, то, что это в основном классика, да. Классические автомобили, как показывает практика, после лобовых-то столкновений очень серьезные повреждения получает водитель данного транспортного средства. Потому что конструкция этого транспортного средства не настолько надежна. А вы представьте, что он боком едет, да, на скорости. И если он боком приезжает на какое-то препятствие, современные автомобили разрывают пополам. Более мощные, более, по конструкции более серьезные. А наша классическая компоновка, ну, просто человек получит очень серьезные травмы и вплоть до летального исхода, что мы категорически против. Что из себя представляет дрифт, дрифтинг в Северодвинске, да, сколько людей занимаются этим? Ориентировочно на более 50 автомобилей. Занимаются этим на полупрофессиональном уровне. Это что значит? Это значит стабильные выезды на озеро, на лед. Это хорошо подготовленный автомобиль, конкурентоспособный. Постоянные тренировки, соревнования. У нас в данный момент сейчас два озера. Это драмтеатр и Кулибин автоспорт. Вот в данный момент 30-31-го Кулибин автоспорт будут первые соревнования. По поводу тренировок, да, понятно, что существует ледяной трек, то есть там вы занимаетесь, да, а где еще используются, какие возможности еще есть в городе для тренировок? Парковка у 58-й вахты. То есть там какое-то вечернее время, когда автомобиля нет, да? Да, да, это субботы, вечернее время, когда в воскресенье никто не работает. То есть можем выкатиться там, покататься немножечко, и все, больше негде в принципе. Ну, по городу мы видим, как бы, и видео есть, да, что есть люди, которые дрифтуют прямо на улице. Как ты к этому относишься? Отрицательно стараемся вывести на легальный уровень автоспорт, чтобы люди не гоняли по городу, а гоняли на разрешенных для этого местах. То есть есть как бы два лагеря, да, те, кто, ну, вместе с тобой, так сказать, вместе с большинством, те, кто занимается там, где положено, и те, кто за черту выходит. Ну, получается, да. А сейчас мы в гостях у председателя городской федерации автоспорта Северодвинска Андрея Добрынина. И я так понимаю, что каждый автогонщик, вообще любитель автоспорта, домашний или настоящий автогонщик должен знать вас в лицо. Вот скажите, сталкивались ли вы вот с подобными выкрутасами на дорогах наших дрифтеров? Ну, с выкрутасами на дороге сталкиваемся каждый день. От этого никуда не деться, потому что это молодежное движение, новое. Ребята молодые стараются в это движение влиться. Но, получается, у нас не совсем адекватные гонщики, которые стараются показать себя на дороге, какие они крутые. На самом деле техника вождения очень-очень отстает у многих. Ребята, которые занимаются профессионально дрифтом, они по улицам не гоняют. Безобразят на дорогах те, которые... Ну, я называю дрифтеры, это анархисты. Так скажем. Потому что... Ну, нельзя. На городских улицах заниматься таким беспределом, это просто нельзя. Попадал тоже на перекрестке, на меня вылетали тоже такие же товарищи. Приходилось их догонять, вести разъяснительную беседу, что так не поступают на дорогах общего пользования. Это запрещено и правилами дорожного движения, и этикой. Опять же, спортивная этика, она в первую очередь должна быть дисциплина. Поэтому, ну, стараемся ругаться за них. Если, допустим, кто-то бы мог нам направить нас в нужную сторону, в плане, куда нам обратиться, как нам это преподнести красиво, было бы очень хорошо, и мы бы дальше двигали автоспорт именно в легальный вид. А, допустим, если сравнивать пять лет назад, как оно было, то за последние пять лет многое изменилось, людей стало гораздо меньше на улицах. Нужны площадки дополнительные. Это за чертой города, чтобы люди спокойно могли приехать в любой день, потренироваться, выплеснуть, так сказать, весь свой адреналин, который накопился у них, агрессию, и в городе тогда ее уже не будет. То есть сделать это немного доступнее, чем оно есть на самом деле сейчас. Если у нас есть в данный момент один ледовый трек, который открыт полностью, и на него выезд разрешен раз в неделю в хорошем случае, и никакой больше альтернативы в данный момент нет, то вот хотелось бы вторую, допустим, площадку. В летнее время вообще нет никаких площадок. Мы всегда пропагандируем то, что действительно надо объединяться. Если есть желание организовать эту деятельность, то мы всегда готовы принять, рассмотреть и вместе поискать решения. А что им нужно сделать банально? Организовать НКО или какую-то другую? Ну, в первую очередь прийти к нам и пообщаться на тот момент, хотя бы в наше управление начать с этого. Если это молодые ребята, то это точная дорога к нам. Пообщаться на тему того, что действительно они хотят сделать. Но в любом случае ребята пускай обращаются, мы всегда готовы принять, выслушать, подсказать, к кому можно обратиться и как составить или иные обращения, документы. Хулиганить на дорогах – это одно, а чтобы приводить это все в нормальное русло, в русло взаимопонимания между всеми участниками дорожного движения, это вот надо напрячься, какие-то усилия приложить, и мы готовы всегда к сотрудничеству. Так что, Вадим, дорога в управление общесвязью молодежной политики. Но пока дрифт пытаются вывести из тени, я решил поискать ярких представителей на дорогах Северодвинска. Ну что, вот он, товарищ Н956ВН. Милый, юный нарушитель правил дорожного движения. Сел на хвост этому нарушителю я буквально сразу, как только выехал на дорогу, и ни один поворот не остался без заноса. Нет, ну когда они вот так проходят пешеходные переходы, то уже думаешь, что ладно, на кругу, катайтесь, ребята. Хоть люди не ходят, но просто все перекрестки задействуются, весь маршрут. На площади Победы он от меня ушел, потому что проехал на желтый сигнал светофора. Ты у нас ведь в Северодвинске был таким неким организатором соревнований по дрифту. В 2018-2019 годах я проводил зимний дрифт. Держал всех в кулаке или тоже на улицах ребята пытались дрифтовать? Скажем так, невозможно всех удержать в кулаке в любом случае, потому что все-таки, если человеку поставить ультиматум либо официальные соревнования, либо город, многие выберут город все-таки. У нас нет того уровня, когда, допустим, как здесь, в профессиональном дрифте, что если тебе дают лицензию, чтобы выступать, тебя не должны заметить где-то там дрифтующим или просто даже быстро ездить. Я вижу за твоей спиной что-то похожее на трассу, да, нет? Да, трасса Формула-1, стадион Фишт, Олимпийский парк. В части из-за этого, да, уехал в другой город, где есть какая-то трасса или нет? Да, это тоже повлияло на мое решение. Оно из самых главных, пожалуй, потому что все-таки в Архангельской области у нас ничего такого подобного нету, где можно действительно легально покататься. Что можешь сказать? Как это вообще, ну, на твой взгляд, проблема, беда, болезнь, не болезнь, что вообще с этим сделать? И согласишься ли, что это опасно на дорогах общего пользования все-таки? Да, естественно, в любом случае рисков в городе в разы больше. Но, да, для многих ребят на самом деле город – это некоторая романтика. Это как рыбаки идут, допустим, по первому льду рыбачить. Ну, экстрим, адреналин, который ты, опять же, на соревнованиях не получишь при езде в городе. Все-таки ведь есть вот в этой субкультуре, назовем ее так, какие-то свои правила? То есть они выбирают, возможно, какое-то более вечернее ночное время, да? Ребята стараются делать это после 9-10 вечера. В общем-то, пока я жил в Северодвинске, я пытался, конечно, с ребятами разговаривать, хотя бы касаемо того, чтобы не дрифтить в 2 часа, ночи, в 3 часа ночи, чтобы не шуметь, не мешать. Не все это выполняли. То есть, опять же, у нас были… Я действительно проводил некоторые ультиматы касаемо соревнований, кто действительно будет попадаться в 2-3 часа утра, будет людей, потому что надо находить какие-то точки соприкосновения. Запретить дрить в городе – ну, это невозможно. Это можно просто проработать меньше, чтобы было меньше последствий негативных для общества, собственно говоря, да и для самих гонщиков. Техника у молодежи, тоже вот эти все «Жиги», они, так сказать, не особо отвечают техническим требованиям. Они частенько бывают просто неисправны. И поэтому машину потерять, контроль над машиной, очень легко. Вы сейчас тоже, да, вот облокотились на вашу «Жигу», но она, я так понимаю, не развалится никогда. Нет, ну это боевая машина, которая участвует в соревнованиях по ледовым гонкам. Это не дрифт? Нет, это не дрифт, это совсем другая дисциплина. Вот, в Вельск ездим на ледовую милью. Стараемся в городе развивать именно автоспорт, который раньше был в Досафе. Самая большая проблема в городе существует – это с территории. Территория, на которой те же самые молодые ребята, которые сейчас гоняют по городу, могли бы туда приехать на закрытую территорию и как-то заниматься сами. Вы как председатель федерации ввели диалог с властью на эту тему? То есть, как бы, дайте нам площадку. Ну, идем. Пока что все сложно. Финансирование. Самое главное – финансирование. А вы под что территорию? Как формулировка звучит? Трасса или что? Нужно площадку. Площадку для технических видов спорта, где могли бы заниматься и те же самые ребята, которые дрифтом занимаются. Также вот ледовые гонки устраивать. Летом можно картинг устраивать. Ну, это просто, я так понимаю, просто поле, залитое асфальтом, да? Ну, желательно асфальтом, но можно и грунтовую сделать. Готовите к этому сезону что, не знаю, нового, что старого, что примечательного? Ну, заднюю подвеску немножко доработал. Поставил новый редуктор. Ну, поставлен мотор, шестнарь, немножко доработанный. Ну, остальные маленькие секреты для участников, конкурентов. А может быть, порекомендуешь, как себя вести водителям, которые видят, что на кругу проходит какой-то случайный, спонтанный дрифт? То есть, как им поступать? На самом деле, человек, у которого подготовлены автомобили, который занимается дрифтом, он автомобиль действительно контролирует, как правило, очень хорошо. Потому что подготовленный автомобиль боком едет лучше, чем едет по прямой, либо просто в повороте. Это факт. Но никогда не знаешь, кто едет хорошо, кто плохо. То есть, вынесет на тебя человека или нет. То есть, если человек опытный, то есть, он будет ехать так, что он не создаст помех другим участникам движения. То есть, человек может ехать в левой полосе по круговому движению спокойно, дрифтер его проедет боком, и ничего не случится. Но как узнать человеку, обывателю, у что у дрифтера он уме, и какой фу-опыт, это невозможно, соответственно. Соответственно, конечно, естественно, нужно в этом плане быть осторожнее. То есть, ну, может быть, пропустить лишний раз. Но, по крайней мере, не делать резких движений, резких перестроений из полосы в полосу, ну, не предпринимать вот прям каких-то крайних мер. Я считаю, все-таки, ну, у нас же есть же, да, допустим, бесплатные секции, кружки, ну, по крайней мере, раньше были, да, допустим, на Средине Севера, можно было заниматься хоккеем. Почему, допустим, государство не может взять, опять же, на себя функции безопасности в городе, дать альтернативу. Потому что, если, допустим, что-то такое построится, но оно будет платное, в любом случае, даже если эта цена будет относительно лояльная, но многие скажут, ну, зачем мне ехать туда, платить все равно деньги, даже 2-2 тысячи за тренировку, когда я могу сделать это бесплатно. И в целом меня никто не накажет за это. То есть здесь комплекс мер нужен, действительно, чтобы, если действительно, прикрыть это в городе. Кстати, на водителя Волги я правильно подумал. В гоночных кругах его знают и отмечают его небезопасную езду по городу. Так что, дорогой Иван, имя изменено. Надеюсь, что столкновение со мной будет для тебя и твоих друзей хорошим уроком. Давайте ездить по правилам и осторожно. Это Северодвинск в деталях. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. И увидимся в эфире. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова